Совещание по вопросу благоустройства территории Солигурского района прошло в районном исполнительном комитете. В нем приняли участие члены исполкома, руководители предприятий и организаций района, председатели гаражных кооперативов и садоводческих товариществ. Такую большую аудиторию руководство района собрало, чтобы призвать в кратчайшие сроки навести порядок на земле. Вопрос наведения порядка на земле самый актуальный и решить его можно только сообща всем миром, еще в самом начале совещания заявил руководитель района. Главное богатство Беларуси – земля, и мы должны взять от нее все. Только сначала необходимо привести ее в должный вид. Разговор был предельно предметный. Разбирали каждый заброшенный участок территории района. Ответственные давали обещания по срокам уборки. От ссора на вид можно получить реальную экономическую выгоду, подсказывал Александр Римашевский. Большие объемы металлолома и стекла можно сдать. А вот со сбором отработавших свое бытовых приборов еще нужно поработать. Налазить прием старых телевизоров, холодильников и других приборов получено в Солигорск быту. Райпо предстоит налазить прием стекла и подбутылки. Это позволит, кроме прочего, увеличить и долю раздельного сбора мусора, уменьшить площади несанкционированных и узаконенных свалок. На сегодня на территории Солигорского района их шесть. Последние месяцы три ликвидированы. Сейчас важно сократить число имеющихся в идеале до одной – Дубийского полигона. Сегодня с тем потенциалом Солигорского района, с той бурдозерной техникой, эскаватором, еще можно было навести парадок уже давно и забыть. Но, к сожалению, кто-то разберет еще дополнительных каких-то указаний. Свалки растут у сельских населенных пунктов, на территориях гаражных кооперативов и садоводческих товариществ. Почему эти свалки спрашиваются? Мы их хороним, а они растут, как грибы. Критикуют нас. 97% – это вам, вашу сторону, председатель сельского полковного. Вопрос. Почему мы с населением, которое находится на вашей территории, хотя мы были первопроходцами, но нас вся область училась, что мы начали заключать эти договора, что составили график вывоза мусора в определенные дни. Разделять начали его, по 2-3 процента цеплять, чтобы отдельно были вторсыры, отдельно мусор там и так далее. Отдельно там дрова. 97% не дотянули. Договоров на вывоз бытовых отходов с территорий садоводческих товариществ и гаражных кооперативов и того меньше. Так что предстоит много работы, как организационной, так и физической. Поставленный срок – неделя. Спрос будет строгим. А результат не даст проверяющим органам назначить штрафные санкции и порадует жителей Солигорщины, участие которых требуется особенно. Редактор субтитров А.Семкин